недалеко от моего лагеря где я расположился это возле населенного пункта литона на реке педы также имеется памятное место и мне как военному бывшему она много чего значит про это место я уже делал видео здесь до второй мировой войны размещался полевой лагерь латвийской армии мы подразделение латвийской армии здесь проходили обучение на принципе ротации сейчас здесь такое памятное место где приезжают военные молодежь проводят всякие воспитательные патриотические мероприятия в двух словах до второй мировой войны армия латвии было не очень большая но хорошо обученная были военно-воздушные силы военно-морской флот и сухопутные войска сухопутные войска состав состояли из четырех дивизий по регионам латвии и здесь на постоянной основе на основе ротации постоянно находились части какие-то ну в размере одного полка по старой доктрине военной вероятным противником но так и оказалось для латвии был советский союз и вот линия обороны первая нашла в озере речки по и по речке подозе возле которой я ночую и здесь полевой лагерь был не зря расположен кроме того что солдаты и офицеры здесь обучались этот лагерь также выполнял роль первого заслона случае нападения советским союзом на латвию подразделение которые находились в этом лагере разворачивались по первой линии обороны по реке пэдэдзи а потом уже была основная линия оборона обороны река айвексте ну конечно случилось все печально с балтийскими странами советский союз тридцать девятом году подписал пакт риббентропа молотова с фашистской германией которым он разделил сферы влияния ну и такие маленькие государства как эстония литва латвия они конечно не могли против противостоять и в принципе политики ли приняли решение о несопротивлении советский союз выдвинул ультиматум размещение военных баз политики на это пошли они думали что таким образом меньше пострадает меньше пострадает народ латвии этих стран но потом соответственно уже в ультимативной форме когда уже войска были введены потребовали смена правительств и новые выборы вот сделали новые выборы якобы честные были выбраны про советские правительства которые сразу же попросились состав советского союза напоминает вам что то это да ну вот друзья мои я всегда говорил учите историю она повторяется вот и ну скажем рядовой состав латвийской армии он был из него был образован стрелковый корпус ну а офицеры конечно интеллигенция те которые не хотели передавать свою присягу а таких было большинство они были репрессированы многие были расстреляны вот многие были сосланы в сибирь и поэтому поэтому это было уже перед войной да это был 40 41 год тогда когда пришли немцы ну часть населения латвии встречала как освободителей от от красной армии и зверств которые учинили коммунисты в отношении ну скажем лучших представителей латышского народа и потом многие удивляются откуда вот была поддержка немцев и сопротивление против красной армии там некоторые добровольно вступали в легион или в полицейские формирования да они творили эти полицейские формирования где-то преступления но это все было вызвано перед этим зверствами и действиями советского союза в отношении балтийских стран как то так друзья мои вот то что вам по телевизору рассказывает иногда это не всегда соответствует действительности ладно поменем минутой молчания наших достойных воинов и надеюсь что современное время этот урок мы выучили поэтому мы вступили в нато потому что маленькая страна не может отдельно полагаться на свою силу как-то так друзья